доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова предлагаю уделить несколько минут вашего времени чтобы проанализировать тот фундаментальный фон с которым буквально все трейдеры имели дело в рамках вчерашней торговой сессии сегодня у нас необычная сессия кроме того что говорят среда пришла неделя прошла у нас на самом деле все только начинается поскольку традиционно основные релизы едут на конец окончания пятидневки в данном случае сегодня у нас обещают отличиться фрс в 21 00 по московскому времени традиционно поздним вечером американский регулятор после двухдневного заседания обновить параметры денежных кредитной политики состоится пресс-конференция где мы будем слушать о дальнейших намерениях фрс по поводу потенциально возможных будущем на коррекции монетарной политики сейчас остающийся главным собственно новостным на фоном и катализатором для а буквально всех поскольку мы уже не первый месяц спекулируем на тех сроках которые будут ближайшее время обозначены как реальность роках предполагающих изменения ключевых процентных ставок но помимо этого у нас еще и появился на фон связанный с брекзитом он собственно помог нам очень неплохо заработать на фунте но это только начало уверяю вас поскольку мы будем и дальше анализировать такой тотальный фундамент британского происхождения и в целом искать те самые признаки и факторы которые будут указывать на возможность еще большего ослабления этого актива сегодня мы конечно же начнем как и всегда с динамики нефти поэтому с вашего позволения я снова беру в руки наш классический традиционный черный баррель нефти бренда который имеет такое значительное влияние на российскую экономику но имеет большое значение для нас потому что мы собственно продаем это сырье очень давно мы наконец-таки добрались до нашей с вами цели которая была обозначена в районе 45 долларов за баррель и я надеюсь то что наши с вами усилия сознательные визуализации и прочее но многие прибегали к разным способом того как бы все таки смотивировать именно динамику на то что нам нужно в данном случае я накачивал нефть увеличивал количество предложения в мировой экономике и мы смогли добраться до нашей цели которая собственно была обозначена на отметке 45 долларов за баррель стоит ли сейчас останавливаться да нет конечно же потому что новостной фон он не меняется мы напротив каждую неделю находим дополнительные факторы позволяющие нам зацепиться за то что откат он собственно не откат который произошел уже с метки 53 даже чуть выше по бренду это самый настоящий понижательный тренд и мы собственно сейчас его и наблюдаем на собственно в наших терминалах и на экранах наших компьютеров платформы mt4 нам нужны цены пониже с одной стороны конечно же лучше руководствоваться тем что уже достигнуто но поскольку мы с вами среднедолгосрочные трейдеры которые оценивают фундамент каждый день все-таки не хочется довольствоваться промежуточными целями поскольку у нас есть возможность получить профита побольше говоря про бренда следующий ценовой ориентир я предлагаю уже пойти в район дальнейшей поддержки это 40 долларов за баррель теперь что касается фундамента прошлой торговой сессии вы знаете то что мы традиционно по статистике еженедельно открываем интересный фонд касающийся нефти запасов нефти сша а вчера вышел отчет api по запасам который указал на то что количество нефти собственно снизилась мне в этот раз очень даже сильно минус 8 27 миллиона за прошлую неделю напомню что в рамках позапрошлой недели мы также наблюдали спад на 2 и 3 миллиона баррелей за 5 полноценных торговых сессий в данном случае такая статистика полностью отражает сезонный спрос поэтому мы готовились к тому что запас скорее всего снизится и готовились к тому что реакция рынка останется нейтральной и участники скорее всего проигнорирует этот отчет это и произошло мы закрыли день с понижением минимальные значения были даже в районе 44 50 сейчас актуальной котировки 45 08 общем консолидация продолжается рядом с отметкой 45 и я очень не хочу чтобы этот уровень стал поддержкой для возможной игры на повышение хотя допускаю что после такого полноценного ралли который мы наблюдали есть возможности и оттолкнуться от текущих значений не хочу брать на себя как косочные риски точнее не хочу думать о них я просто допускаю то что они возможны но не собираюсь сейчас вмешиваться в тот тренинг который был направлен на ослабление мы получили хороший уровень и я надеюсь то что от этого уровня мы двинем еще ниже сегодня у нас 17.30 запасы нефти уже по мин энерго сша администрации энергетической информации я думаю что исходя из связи с отчетом api но не прямой а очень схожий по статистике мы сегодня и скорее всего также будем наблюдать и сокращение запасов но думаю что по аналогии с отчетом api реакция рынка будет а нейтральный поэтому нефть сегодня вряд ли получит какой-то триггер для роста важнейшим событием в том числе и для рынка углеводородов будет заседание фрс потому что от этого заседания мы ждем поддержки для доллара а соответственно рост американца должен логичным образом оказать давление на рисковые инструменты которым традиционно относится и нефти поэтому в 21.00 по московскому времени я надеюсь мы получим тот самый сигнал от американского регулятора который прольет свет на будущие планы по коррекции монетарной политики и станет причиной ослабления позиций черного золота но помимо этого у нас еще старая новостная картина не меняется мы продолжаем с прочими трейдерами отыгрывать факт потенциального сокращения спроса из-за слабости мировой экономики что усугубляется еще и общей картиной перенасыщения рынка месяц уже будет совсем скоро закрыт мы плавно шагнем в август уже будем подходить к закрытию лета нас интересует свежая статистика от опек по объемам производства за прошлый месяц но вы помните что буквально брифинг назад я вам рассказывал про ожидаемые уже показатели по производству от частных агентств которые а спрогнозировали основа роста выборки нефти как ирака ирана саудовской аравии больше чем на 100 тысяч баррелей собственно за месяц а по отдельно каждому из этих государств то есть мы готовимся к дополнительному предложению которое будет только усиливать расхождение между спросом и соответственно тем предложением и тем количеством нефти которая имеется мировой экономики поэтому завершаем наш сегодняшний обзор рынка нефти тем что мы не меняем позиционирование предполагающее еще больше ослабление от черного золота если конечно же вы устали находиться в короткой сделке поскольку нам пришлось посидеть в ней довольно таки долго может быть будет не лишним собственно зафиксировать результат уже по тэк профиту на отметке 45 я надеюсь вы это уже сделали и немного перекурить в прямом смысле подождать как будет разворачиваться ситуация дальше и что будет по динамике вот от этого уровня предпочтут ли трейдеры сыграть на повышение либо увидим все таки пробой этого значения и превращение его в сопротивление второй сценарий более вероятен российская валюта 66 актуальные котировки видели даже в рамках вчерашней торговой сессии значение еще выше корреляция между рублем и брендом восстанавливается это хорошо поскольку это корреляция создает очень неплохие условия для того чтобы рубль следовал в плане слабости за нефтью девальвировался и собственно позволил нам достигнуть нашего уже целевого ориентира который буквально вчера был отмечен на отметке 66 но сейчас я думаю что исходя из такого ралли мы реально можем претендовать даже на пробой сопротивления 70 и уверен то что при сохранении текущей тенденции на рынке углеводородов мы сможем добраться и до этого рубежа вспомните буквально прошлой неделе рубль 63 против доллара разговоры буквально во всех сми о том что российская валюта не просто сохранит текущее значение хотя мы с вами делали ставку на то что самый мрачный сценарий это то что рубль может задержаться на отметке 63 64 течение очень длительного периода времени может быть даже до парламентских выборов в сентябре но благоприятный сценарий был а связан с тем что мы дождемся девальвации вот собственно мы ее и получили поэтому следующая цель 67 67 с половиной давайте ориентироваться на это значение в пятницу состоится заседание центрального банка россии когда пересматривать процентную ставку в 13 30 собственно мы слышим и узнаем о том какая сейчас ставка рефинансирования напоминаю что актуально 10 с половиной процентов как вы думаете будет ли центральный банк и отважится ли он собственно на еще один шаг по снижению может быть риторический вопрос но не буду вас томить я расскажу свою субъективную позицию я считаю то что нет не будет если бы у нас к этому заседанию прослеживалась прежняя динамика на рынке черного золота то есть бренд торговался выше 50 и умудрялся подобраться к сопротивлению 53 и замахивался даже на пробой 50 55 тогда да а ситуация в рамках российской экономики была бы более менее благоприятной поскольку восстановление цен на нефть это не снижение и настраивать на определенный позитивный лад но в данном случае мы видим то что бренда стремится оказаться ниже 45 это негативный фактор который только будет усугублять рецессию который будет провоцировать тем более низкую потребительскую активности сокращение показателей промышленного сектора сферу слуха улучшение уровня материального благополучия и оказывать давление на достаточности бюджета российской экономики значит центральный банк просто не справился с давлением которое было оказано в том числе и со стороны соответствующих ведомств и инстанций о том что нужно брать деньги пока рынок собственно их дает и в данном случае рынок дает через ослабление нефти а центральный банк обязан подстраивать под ослабление нефти курс и вот идет политика снятия осливы хотя наверное более применима такая фраза тогда когда а цена на нефть находится выше 100 долларов за баррель сейчас это не так но единственная возможность пополнить бюджет это сейчас заниматься приватизация государственных активов и соответственно корректировать курс российского валютного актива поэтому ждем 67 ждем в долгосрочной перспективе может быть не в такой же долгосрочной 70 в любом случае девальвация который будет и дальше наблюдаться евро против доллара сейчас торгуется на отметке 109 93 здесь мы уже устали буквально какой-то якорь был брошен главным валютным риском на отметке 1 10 уже консолидируемся рядом с этим рубежом в течение длительного периода времени сегодня на все внимание трейдеров уделено событию связанные с заседанием фрс буквально все следят за этим фундаментом который является ключевым для финансовых рынков и мы видим то что трейдеры в частности в динамике пары евро доллар они торопятся занятием позиции более того для них сейчас характерен такой выжидательный статус поскольку они не знают к чему в конечном счете может привести волатильность сегодняшнего дня точнее его окончание важных отчетов по европе не было опубликовано буквально самого начала этой недели поэтому сейчас все без исключения ждут сначала фрс потом банк японии которые у нас а также пересмотрит параметры денежно-кредитной политики только уже чуть позже в конце этой неделе в пятницу и думаю что в ходе брифинга в пятницу у нас уже будет возможность подвести определенные итоги говоря про фрс что сегодня будет конечно же американский регулятор будет говорить о прогрессе на рынке труда безусловно коснется инфляционных ожиданий и непременно поговорить о влиянии брекзита на американскую экономику но учитывая последние отчеты отчеты последних нескольких недель мы уже пришли к выводу что это событие практически не повлияло в негативном плане на американскую экономику поскольку макроэкономические данные нас продолжают радовать как покупателей доллара и те кто делает на ставку на его дальнейший рост поэтому каждый раз когда мы получаем очередной хороший отчет каждый раз когда нас пытаются убедить представители фрс в том что брекзита прошел буквально незамеченным для сша это позитивный фон который нас настраивает на то что мы просто обязаны продолжать делать ставку на расхождение монетарных политик фрс и и цб напоминаю то что фрс возможно пойдет на повышение ставки до конца этого года европейский центральный банк допускает еще один раунд экономических стимулов а может быть даже и несколько поэтому если мы сегодня исходя из релизов о прошлых недель получим свидетельство жесткой риторики со стороны пресса конференции председателя фрс жанна тьерен тогда давление норийского актива будет значительным и по паре евро доллар мы сможем добраться до поддержки 1.09 а другой сценарий пока даже предлагаю не рассматривать все-таки долго ждали уже соответствующие риторики от американского регулятора в прошлый раз они нас не порадовали я надеюсь то что сейчас хотя бы даже порядке исключения мы услышим то что хотим дальше идем фунт против американца сейчас торгуется на отметке 1.3141 никак что-то фунту не удается оказаться ниже поддержки 1.31 точнее даже доллару не удается затащить фунта туда но совершенно очевидно что фундаментальный фон это сгущающиеся тучи надо британцам или мне нравится еще такая налоги как там около меч я думаю что в какой-то мере голову фунту уже отрубили поскольку мы уже потеряли по этой паре больше 10 процентов и только начало фунта будет дальше слабеть поскольку статистика указывает на то что хуже британская экономика чувствовал себя только в 2008 году и тогда были уже самого начала на задатке того что кейс будет преодолен сейчас конца и края этому негативу нет в данном случае говоря про макроэкономический фонд сейчас англии что интересного произошло за вчерашнюю торговую сессию интересно на самом деле было поскольку прям по фамилии могу сейчас вам рассказать и частности один из голосующих членов банк англии мартин уэлт вчера сообщил о том что в ходе заседания 4 августа будет голосовать за вот нового раунда экономических стимулов на него повлияла в прямом смысле последняя статистика по индексам деловой активности в сфере услуга и промышленном производстве которые были опубликованы в прошлую пятницу они расчаровали действительно многих и важно было то что эта статистика показала на многолетнюю слабость секторов еще оперируя и основываясь на данных которые были собраны до 23 июня то есть на самом деле сейчас статистика будет а еще более а плохой поэтому в данном случае в л решил что его а прежняя позиция еще даже в начале этого от месяца он выступал против а сейчас агрессивного стимулирования сейчас он уже разделяет позицию тех кто ратуют за необходимость такой поддержки и из голосующих членов которых 9 в рамках банк англии сейчас только один выступают за то что ставки нужно придержать это кристиан форбс в частности он считает что влияние бризит разумеется будет катастрофическим на национальную экономику но пока вмешиваться не стоит лучше подождать квартал или два явное меньшинство я считаю что у нас большинство все-таки выступает за то что нужно уже принимать решение я надеюсь то что форбса все-таки удастся переубедить если уж не позиции остальных членов голосующего кабинета то по крайней мере следующей статистикой которая будет опубликована вот дальше сегодня у нас ввп англии я жду слабую цифру жду дополнительного давления на фон но самый важный фон это ожидание заседания 4 августа где даже по версии вчерашние комментарии рейтерс о том что ставка может быть снижена 0.25 процент я считаю то что как минимум это так может быть дело на этом не остановится и банк англии сможет рассмотреть возможность более агрессивного подхода в частности инициирование программы количественного смягчения в любом случае ждем давление на фонд и ждем наконец-таки чтобы эта пара провалилась против доллара ниже отметки 1.30 долларе японская иена показывает волатильность даже по круче чем фунт против доллара мы видели как пара с отметки 116 небольшим улетела в район 114 вот сегодня снова ушла в район 106 и 5 сейчас снова корректируется волатильности порядка 200 пунктов за одну торговую сессию за так для такой валютной пары которая обычно не характеризуется повышенной динамикой волатильность связана с ожиданиями заседания банка японии которая состоится вот собственно уже в эту пятницу плюс ко всему я хочу отметить что сейчас если даже абстрагироваться от финансовых рынков и просто посмотреть за новостным фондом вы посмотрите что творится в европе заложники стрельба и это на протяжении последних нескольких недель я думаю что это бьет разумеется по инвестиционному климату и соответственно провоцирует определенные тренды потоку капитала и заставляют инвесторов искать защитной гавани которым традиционно относится и японская валюта поэтому она и пользуется сейчас подобным спросом но мы с вами пришли к выводу о том что если в эту пятницу банк японии все-таки задействует и примет решение о дополнительных мерах стимулирования этот фонд будет уже более определяющим поэтому иена вынуждена гардится под давлением а доллар очень быстро навестает ранее утраченные пункты вчера также сработало еще и классическое правило трейдинга покупая на ожиданиях продавая на фактах но в отношении японской валюты это уж точно и еще хочу отметить комментарий министра финансов японии сихара рейтерс который ясно дал понять что дальнейший роста в рамках японии зависит от способности банка японии стимулировать экономику но вот по поводу на вопросы о том в каком ключе это может быть проявлено снижение ставок по депозитам программы количественного снижения конкретного ответа он не дал это заставило трейдеров засомневаться в том будет ли вообще банк японии сейчас расширять объем выкупа активов с текущей ставки 80 триллионов иен в год от примера до 100 и оказала дополнительную поддержку японской валюте но я считаю что мы прежде всего подобные комментарии должны интерпретировать не как какие-то изменения в планах а как еще одно подтверждение того что банк японии все-таки не оставит рынок без за нового стимула который прежде всего необходим национальной экономике и еще пару слов хотел сказать про сегодняшний отсчет который вышел несколько часов назад по инвестиру потребительских цен на австралии вы помните мы с вами настраивались на то что если инфляция будет снижаться значит резервные банка австралии непременно не откажет возможно даже первую очередь на удовольствие и снизить процентную оставку как раз а инфляция снизилась прошлые годовые показатели 1 и 3 сейчас это один процент и уверен то что на фоне сокращения цен на железную руду и на энергоносители инфляция будет дальше снижаться поэтому ждем решительности со стороны резервного банка австралии и планомерно ставим на ослабление австралийского доллара в частности он уже теряет актуальные котировки на текущий момент 1 0 7 точнее 0 74 80 и не забывайте о том что я предложил вам альтернативу для трейдинга это австралийца кросс-курс против новозеландца частности по сравнению с вчерашним днем мы уже неплохо потеряли больше 40 пунктов и я думаю что это только начало сейчас котировки 1 0 6 27 наша цель с вами 1 0 5 доллар франк торгуется на отметке 0 99 19 хай был 0 99 28 то есть около 70 пунктов остается до паритета и мы начали подниматься к этой цели тогда когда пара котировалась на отметке 0 96 0 97 я вас активно призывал тому что такую возможность нужно использовать поэтому очень надеюсь на то что вы смогли это сделать из важных отчетов сегодняшнего дня можно выделить данные по ввп англии в 11 30 по московскому времени ну не думаю что этот отчет станет определяющим для рынка все плохое мы уже получили и это все плохое было уже дисконтированного британцы в 15 30 заказан товар длительного пользования которые будут предварять уже окончательные итоги заседания фрс жду хорошую статистику по сша и замыкает собственно день 21 00 это ставка фрс и пресс-конференция где настраиваемся на дальнейшее намерение американского регулятора который все-таки отважится на повышение процентной ставки хотя бы в декабре 2016 года ну и для трейдеров которые специализируются на торговле нефтью в 17 30 запаса нефти сша по версии минэнерго ждем даже если и очевидного сокращения то отчета которые вряд ли окажет какое-то влияние на позиции нет продолжаем снижаться и ближайшая цель 44 доллара за баррель кодовое слово на сегодня корреляция для того чтобы величина бонуса 16 процентов чтобы воспользоваться этим бонусом нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять его собственно на бонусном пополнении действует он до следующего брифинга то есть до завтрашнего утра и не забывайте также заходить на наш официальный канал на ютюбе подписываться на него если вы этого еще не сделали комментировать видео материала оставлять ваши вопросы ну и конечно же ставить лайки на этом все большое спасибо за внимание готовимся к заседанию фрс к 21 00 по московскому времени обязательно контролируйте риски не злоупотребляйте с плечом но итоги фрс мы подведем уже завтра попутного вам сегодня тренда всего доброго до свидания